Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания, в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Греция — ещё одна культура, которая была во всех частях Сидмерс Цивилизейшн. А в шестой цивили у неё даже два лидера. Появляться Греция должна на холмах. Но проблема в том, что холмы у Греции прописаны на третьем уровне. И есть несколько цивилизаций, для которых появление в холмистой местности является большим приоритетом. Эфиопия, Майя, Инки, Мали для пустынных холмов, Аканада для тундровых холмов и так далее. И в итоге получается, что не так уж и часто вокруг Греции достаточно холмов. Способность цивилизации называется Республика Платона и даёт дополнительную универсальную ячейку политического курса при любом правительстве. Дополнительная ячейка — это всегда приятный бонус. И долго на этой способности, мне кажется, останавливаться нет смысла. Уникальный район Греции называется Акрополь и заменяет театральную площадь. Кстати, это единственный уникальный район в игре, который заменяет театралку. И отличается он только тем, что после строительства даёт бесплатного посла и имеет увеличенное соседство с другими районами. То есть каждый соседний район будет давать плюс одну культуру, а не плюс половина, как обычная театралка. Ну и, естественно, стоит дешевле, но вы должны помнить, что все уникальные районы просто в два раза дешевле стоят, чем обычные. Проблема Акрополя в том, что его можно построить только на холме. А тут вылазит проблема появления Греции. Поверьте, сыграв довольно много игр за Грецию, могу сказать, что это действительно проблема. Ну, возможно, найти место для Акрополя вы сможете всегда. Но оно будет обычно не самое удачное. И вы ещё и тратите холм, на котором могли бы поставить рудник и получать производство. Уникальный юнит Греции называется Гоплит и заменяет копейщика. В отличие от последнего, он чуть сильнее, 28 ближний бой вместо 25, и получает ещё плюс 10 к силе рядом с другим Гоплитом. В итоге, если два Гоплита стоят рядом друг с другом, то они имеют по 38 силы, что на самом деле не так уж и много, потому что мечники спокойно Гоплитов разваливают. Да, мечник 35 силы, но ведь Гоплит — это антикавалерийский юнит, а мечник рукопашный. Значит, мечник ещё будет иметь плюс 5. Получается 40 против 38. А так как мечники ещё и очень недалеко от Гоплитов, то смысл использования уникального юнита Греции теряется в веках. Единственное, наверное, когда имеет смысл построить Гоплиты, если у вас нету железа и надо защищаться от чего-то. Тогда, конечно, этот юнит подойдёт. Ну и добавлю ещё, что плюс 10 здесь не складывается. То есть, если вы поставите два Гоплита рядом с третьим, то у него не будет плюс 20 и так далее. Сколько бы вы уникальных юнитов не поставили друг рядом с другом, останется всё тоже плюс 10. По-моему, это один из самых слабых уникальных юнитов в игре, но можете попытаться переубедить меня в комментариях. Способность первого лидера Греции Перикла называется «В окружении славы» и даёт плюс 5% за каждый город-государство, с юзереном которого является игрок. Казалось бы, это неплохо связано с уникальным районом, который даёт послов. Строим Акрополи, получаем послов, с юзеренем города-государства и у нас куча культуры. Проблема здесь в том, что в 6-й Циве культура ради культуры не даёт ничего. Открытие социальных институтов, конечно, классная штука, но вся мощь сосредоточена всё равно в науке. Можно, например, вспомнить Византию, где вы за счёт культуры быстрее открываете свои тагмы, уникальный юнит, очень сильный. Там вложения в культуру оправданы. Даже если вы думаете попытаться за Грецию победить туризмом, то на это всё равно нету бонусов. Вы просто получаете культуру. И если кто-то решит напасть на вас, то наличие большой культуры вам не поможет. Я уже молчу о том, что всё-таки города-государства надо найти, засоюзить. Ну да, у Греции будет чуть больше городов-государств, но ничто не мешает соперникам просто, например, напасть на них и захватить. У второго лидера Греции Горга тоже способность на культуру. Победа в бою даёт культуру, равную 50% боевой мощи побеждённого врага. Ну то есть, если, например, вы убиваете юнит, у которого мощь 48, то получаете 24 культуры одномоментно. Но это ещё не всё. Горга также получает плюс один к боевой мощи за каждый слот военной политики в правительстве. То есть, например, если Горга принимает фашизм и строит Альгамбру, это плюс один слот военной политики, то все юниты Греции имеют плюс 5 к силе. И эта способность, конечно, намного лучше, чем у Перикла. Потому что, во-первых, вы культуру получаете с войны, так ещё и на войну у вас есть бонус. К тому же вы культуру можете с тех же варваров получать или с городов-государств, просто убивая юниты. То есть, во многом эта способность не заставляет вас что-то делать, за что-то конкурировать. Вы просто пассивно, ну почти пассивно, я понимаю, что надо воевать и юниты убивать, но тем не менее, получаете культуру. Мои зрители греков в шестой цире не особо котируют. Горга 30 место и чуть больше 3% голосов. Перикл 31 место, ровно 3% голосов. Но вот Арсению Шамову Перикл очень нравится. Универсальная карта политики говорит сама за себя. Сюзеренить города-государства довольно просто, если выбрать правильные карты. И культуры у нас будет сверхмного. Акрополь нам в помощь зарабатывать великих людей. Если грамотно их ставить, то великих людей будет очень много. Ну и гоплиты помогают от ранних нападок конницы. Как я и сказал, я с Арсением не соглашусь. Ну и сначала Периклу ставлю оценку слабо. Да, это первая такая оценка в нашем рейтинге. Проблема все в той же культуре. В шестой цивилизации это та штука, на которую делать фокус совершенно не нужно. Много веры позволит вам покупать военные юниты, а иногда и гражданские. Много денег, вообще понятно, и здания, и юниты. Производство и еда, все то же самое. Культура максимум, что дает вам, это лучшие правительства и социальные политики. Что, конечно же, тоже неплохой бонус. Но можно сравнить это с религией, которая тоже дает бонусы. Поэтому, когда вам приходится что-то строить, чтобы добывать культуру, это всегда в минус. Потому что лучше построить и центр коммерции, и промышленную зону, и кампус вместо театралки. Тем более, что вы еще и вынуждены эту театралку, АК Акрополь, ставить, где вам карта скажет, а не там, где вы сами хотите. Горга же я ставлю оценку средне, потому что ее способность дает возможность вам и повоевать, и двигаться по дереву социальных политик, не оглядываясь на количество районов в городах, а просто воюя, например, с варварами или с городами-государствами. А иногда можно под шумок и какую-нибудь соседнюю цивилизацию захватить. Любители Греции, конечно же, возмущайтесь в комментариях, а я перехожу к следующей цивилизации. Грузия ни разу не была представлена в играх серии Sid Mears Civilization. Вообще удивительно, что это вторая после России страна бывшего Советского Союза, которая появилась в игре. Пускай не обижаются на меня грузины, но мне казалось, что этого больше достойны армяне. Как более древняя культура, и представители которой сильно влияли на развитие человечества. Да и сейчас влияют, привет кардашьянам. Тем не менее, Грузию тоже приятно видеть и еще более приятно слышать, потому что их музыкальная тема, по моему мнению, одна из лучших в игре. Особых условий появления Грузии на карте нет, так что может появиться где угодно. Уникальная способность цивилизации называется «сила в единстве» Во время золотого века или героического устремление дает бонус золотого и нормального веков. Многие не понимают, что это означает. Но вот, например, когда вы выходите в нормальный или темный век, игра спрашивает, какие у вас будут устремления, чтобы давать за эти устремления вам очки эпохи. Ну там, обратить город в свою религию или построить район. А вот в золотом и героическом вы эти очки эпохи за устремление не получаете. За любую другую цивилизацию, кроме Грузии. Вот это способность Грузии, что она получает очки эпохи за устремление даже в золотом и в героическом веках. То есть за Грузию довольно просто быть всегда в золотом веке. Кроме того, защитные здания получают плюс 50% к производству, то есть строятся быстрее. Лидером Грузии в игре является Тамара. Так и хочется добавить Гверцители, но понимаю, что меня слушает много молодежи, для которых и Тамара Гверцители, это какие-то средневековые сказки. Ей способность лидера называется «Слава мира, царства и веры». Каждый посол, которого посылают в город-государство с доминирующей религией Грузии, считается как два посла. А убийство вражеских юнитов дает веру, равную 50% боевой мощи убитого юнита. Ну последняя способность, в общем-то, идентично таковой Горга, только дает не культуру, а веру. Уникальное здание называется «Цихе», хотя, конечно, это лучше называть оборонительным сооружением, чем зданием, и заменяет стены возрождения. В отличие от последних, дает в два раза больше защиты, 200 вместо 100, 4 веры в ход и плюс 100% к религиозному туризму, когда Грузия в Золотом или Героическом веке. Ну и, наконец, уникальный юнит «Хефсуры» заменяют латников. В отличие от последних, требуют в два раза меньше железа, имеют на три силы больше, 48 вместо 45, плюс 7 к боевой мощи на холмах и при этом игнорируют штраф передвижения по холмам. Как вы думаете, какое место заняла Грузия в зрительском голосовании? Она заняла первое место, да-да, только в голосовании на худшую цивилизацию в игре, причем с большим отрывом, 36,5% голосов. Второе место, для примера, набрало 18,5%. То есть больше трети принимавших участие в голосовании людей посчитали Грузию самой слабой цивилизацией в игре. Мне даже нечего вам зачитать, потому что большинство сообщений про Грузию просто констатируют, что она худшая. Что ж, давайте разбираться. Проблема этой цивилизации в том, что все ее бонусы абсолютно не связаны друг с другом. И, пожалуй, одним универсальным можно назвать силу в единстве, когда устремления дают бонусы золотого и нормального века даже во время золотого и героического. То есть за эту цивилизацию легче быть постоянно в золотом веке. Но будем честны, в принципе, при нормальной игре и при хорошем развитии быть постоянно в золотом веке не так уж и сложно. Быстрее строятся защитные здания, но вряд ли это вам поможет, если игрок решит на вас напасть и хорошо к этому подготовиться. Может помочь уникальное защитное здание цехе, но это стены возрождения. Чтобы их построить, надо сначала построить стены древнего мира, потом стены средневековья. Тогда да, если вы цехе построили, то, конечно, вас тяжело взять. Но вам-то какой плюс от этого? Четыре веры в ход? Плюс сто процентов религиозного туризма в золотом веке? Так у нас нету больше никаких бонусов на туризм. Где нам этот туризм вообще брать? Уникальный юнит внезапно имеет бонусы за передвижение по холмам и за нахождение на холмах. Но при этом сама Грузия в этих холмах не появляется. Поэтому я бы Хефсуров на одну полочку с гоплитами поставил, как один из худших юнитов в игре. Вот и получается, что у Грузии все эти способности как телеги пятое колесо. Они постоянно тянут в разные стороны, но вместе их синергия не складывается. И сами по себе они не особо крутые. Поэтому я, несомненно, ставлю Грузии оценку слабо. Кстати, мне еще вспомнилось, что Грузию усиливали даже в каких-то патчах. До патча она еще слабее была. В общем, это тот случай, когда я полностью согласен с моими зрителями. И иду дальше. И еще одна цивилизация, которая появлялась абсолютно во всех частях Сидмерс Цивилизейшн. Это Египет. На карте Египет появляется среди пойм. Больше ни одной цивилизации подобное не прописано. А пойма это означает реки. Так что точно среди рек, точно среди пойм. В этом, конечно, одна из проблем Египта. Потому что поймы это практически всегда отсутствие производства. И, по моему опыту, обычно Египет появляется в плохих местах. И за него сложновато играть. Конечно, чтобы это сгладить, работают способности цивилизации. Этеру плюс 15% к производству районов и чудес света возле рек. А речные наводнения не наносят урона. Казалось бы, неплохо. Но, откровенно, плюс 15% никак не компенсирует отсутствие производства. Потому что 15% от нуля это все равно ноль. Да, здорово, что речные наводнения не наносят урон. А наоборот, они будут добавлять еще бонусы к клеткам всячески. Но это со временем только начнет работать. Да и основные бонусы к клеткам добавляют, например, извержение вулканов. А против этого у Египта защиты нет. Лидер Египта Клеопатра. И ее способность называется Средиземноморская невеста. На самом деле, конечно, это у нас третий грек в рейтинге. Потому что, кто не в курсе, Клеопатра была гречанкой. Наследница одного из генералов Александра Македонского, Птолемея. Но, тем не менее, ее способность делает так, что торговые пути Египта с другими цивилизациями приносят Египту дополнительные 4 монеты в ход. А принадлежащие другим цивилизациям торговые пути в Египет дают им плюс 2 еды в ход и плюс 2 монеты Египту. Кроме того, торговые пути дают двойные очки Союза. Ну, то есть, второй и третий уровень Союза быстрее набивается. Тоже странная способность, потому что она больше помогает соседям Египта, чем самому Египту. Да, дополнительное золото это неплохо, но ведь посылая караваны к соседям, вы и их усиливаете тоже. Поэтому, во многом, если у вас Египет сосед, то вас это должно радовать. Вы будете получать от него бонусы. Уникальное улучшение Египта называется Сфинкс. Его можно построить везде, кроме снегов и тундры, и нельзя рядом с другим Сфинксом. И он дает вначале плюс 1 культуру и плюс 1 верун на клетке. Еще плюс культуру, если стоит на пойме. Еще плюс культуру после открытия естественной истории. А также может добавить еще 2 веры, если построен рядом с чудом. Кроме того, добавляет 2 престижа. В принципе, конечно, неплохое улучшение. Но мне бы хотелось клетки с поймами как-то производством улучшать, а не верой и культурой. Ну и уникальный юнит. Лучники на колесницах Марьяну. Не заменяют кого-то конкретно, но будем считать, что лучников. Потому что апгрейдятся они потом варбалетчиков. И в принципе, конечно, хороши. 25 ближний бой и 35 дальний бой. Кроме того, 4 очка перемещения, если начинают ход на ровной местности. Они даже чем-то похожи на свои собратьев из пятой цивы. Там тоже у Египта такие колесницы, которые далеко бегают, хорошо стреляют. И тоже, кстати, не требуют лошадей для своей постройки. Имейте в виду. И казалось бы, 25 ближний бой, 35 дальний, можно сносить кого угодно. Проблема здесь в том, что в шестой циве все-таки стреляющие юниты не так хороши, как хотелось бы. Да и в начале игры, когда они у вас появляются, соперник будет далековато, чтобы к нему нестись. Это неплохо сыграет, если вы рядом с кем-нибудь. Да и местность открытая. Тогда, конечно, колесницы Марьяну практически неотбиваемы. Но достаточно сопернику построить стену, и вы будете просто царапать ее своими стрелами. Ну, возможно, заберете один город, но дальше-то он сможет отбиваться. Мои зрители отдали из Египет чуть более полутора процентов голосов и поставили его на 45 место. Я с ними соглашусь и дам этой цивилизации оценку слабо. Потому что, получается, она скорее помогает соседям, чем самой себе. А ее бонусы скорее просто пытаются компенсировать недостатки, а не сделать сильнее. Жаль, жаль, в прошлых играх серии Египет обычно был очень силен. На сегодня это все. Не забудьте посмотреть и прошлые выпуски. Ссылка есть в прикрепленном комментарии. А также хочу поблагодарить всех зрителей, которые задонатили во время стримов неплохие денежки, чтобы я сделал этот выпуск побыстрее. Поэтому я и ускорился. Буду продолжать в том же духе. Смотрите стримы, донатите, рейтинг будет выходить быстрее. Спасибо за поддержку. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.